Добро здоровиться, уважаемые посетители моего канала. В первую очередь я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтурю, значит дурьку с маком. На видосик Густая Кров поступил вот такой комментарий. Добрый день, Петрович, кофе исключили, как три месяца перешли на Каркаду. Чай такой, он значит кисловатенький. А смотрите, а кофе она слегка так, ну, вяжет, вяжет. Есть небольшой там жженый вкус, но она вот так вот действует. Вот, а теперь получается, и Каркаде сгущает кровь. Везде пишут, что чай из Каркаде понижает давление, потому что он вяжет. А то, что вяжет, он, как бы сказать, то, что стремится поднять давление, оно как бы вас распирает. А тут вот небольшой вяжущий вкус, он как раз за счет этого снижает давление. Будем так говорить. В общем, действует наноритику. Это так, поясните, пожалуйста. Итак, я поясняю. Смотрите, все заключается в дозе. И начну с простого, понятного примера. С алкоголя. Вот если я выпью 10 граммов, это будет такая, знаете, какая-то, можно так сказать, лечебная доза. Там, ну, пускай там до 30 граммов. Какая-то лечебная доза, которая как-то там улучшит самочувствие и так далее, и так далее. А если я выпью литр, ну, так я думаю, литр, чтоб наверняка, я буду пьяный в стельку. Это уже будет каким-то лечебным или таким? Вроде как пьешь, пьешь, приятно, 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 а потом так, ахопа! А вот если я выпью 3 литра, вот умудрюсь влить 3 литра, я думаю, это верная смерть. Точно так же и со всеми продуктами. Важно действительно тут пояснить. Наш организм, он там, допустим, даже условно вредный продукт, ну, грубо говоря, там, ну, скажем, там, хлеб, даже живой, вот, считается там, что он там не совсем там полезный. Он, значит, грубо говоря, 100 граммов вполне может усвоить, переварить без всяких последствий. Ну, если мы с вами где-то будем грамм, так, 400 ест хлеба, то это уже окажет свое негативное действие. То есть наш организм, это вот важно понимать, он способен принять в себя, переварить, усвоить и выделить определенное количество. Знаете, как комбинат. Мощности комбината рассчитаны на то, чтобы он, допустим, вот, грубо говоря, смог усвоить там полкилограмма пищи в целом там. Но если мы ему даем хорошей пищи больше, ну, больше, это идет перегруз, но он не может, то есть на все действия, которые происходят в нашем организме, тратится энергия. Смотрите, надо прожевать эту пищу, надо там как-то разместить ее в желудке, это перебор, надо ее там в кишечнике, надо ее переварить, надо ее растолкать, надо еще ее вывести. То есть это огромная энергетическая и физиологическая работа на наш организм. Поэтому в случае с кофе, с каркаде, с чаем и прочее, 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 вы употребляете вот столько, чтобы вам, вот интересная такая мысль от Порфири Корневича, чтобы вам было хорошо. Хорошо. Вот выпили, взбодрились, хорошо и все. Но если вы больше, то уже, знаете, начинается пресыщение. Вот возьмешь, грубо говоря, конфетку там, ну, даже шоколадную немножечко там, да, маленькую плиточку, раз, хорошо. Но если всю плитку 100 граммовую, раз, идет пресыщение уже там, неприятности. И, естественно, это все, наш организм может какую-то часть вещества в той же крови прекрасно усвоить, без всякого сгущения, без всяких там, знаете, каких-то там вредных последствий. Но когда этого слишком много, начинают происходить такие явления. А тут, смотрите, вот, жженый вкус кофе, он поддерживает, оказывается, сердечко. Но это не значит, что надо много. Грубо говоря, как на пьянке, я вам сказал, на интимных отношениях то же самое. Если регулярно, через определенные промежутки, когда вам, знаете, нарастает желание, все это отлично. Но если вы зарядите интимные отношения делать каждый день, раза по три в день, это когда еще вы молоды, знаете, это уже как-то все это начнет вызывать у вас пресыщение и отвращение от всего этого. Поэтому вы должны свой вкус, можно так сказать, вкус, это же указывает на то, какой энергии не хватает в организме. Вы его должны слегка простимулировать. Ага, да, ну маленько, все. То есть, жженый вкус, вот как раз кофе, сердечко, хоп, все хорошо там, работает, отлично. И все, и хватит. То же самое с чаем, с обыкновенным чаем и так далее. Он бодрит, он хорошо действует. Но если его чрезмерно, или он какой-то большой концентрации, как и кофе большой концентрации, он начинает уже действовать совершенно по-другому. Вот здесь вы должны почувствовать вот эту вот грань, когда вам хорошо, здорово, приятно. От того, что вы простимулировали свой организм тем или иным вкусом. Но не перебарщивать. Вот это вот основное. А тут на вот эту густоту крови накладывается все, что угодно. И естественно, вот такие вот вопросы возникают, которые сбивают человека. А это нельзя, и это нельзя, а что ж можно, и так далее, и так далее. Я думаю, что я вам рассказал, что, что и как.